Эта фабрика по переработке металлолома в Золотурне обрабатывает 700 тысяч тонн сырья в год, потребляя энергию, которой хватило бы для 80 тысяч человек. Отказ от ядерной энергетики стал бы для генерального директора этой компании Даниэля Эбли серьезной проблемой. Он опасается роста как стоимости электричества, так и негативной нагрузки на природу. Конечно, мы можем уже сейчас использовать энергию Солнца, но она, особенно по сравнению с атомной энергией, пока еще слишком дорога, а потому нерентабельна. Судьбу атомной энергетики в конце ноября определят швейцарские избиратели на референдуме. Противники отказа от использования АЭС опасаются роста экспорта так называемого грязного электричества из-за рубежа, указывая, что имеющейся в наличии чистой энергии пока недостаточно для того, чтобы заменить все пять швейцарских атомных станций. Можно было бы увеличить закупки энергии во Франции, но это означало бы просто переложить проблему на чужие плечи. Импорт же из ФРГ был бы равноценен поддержке тепловых станций, получающих энергию за счет сжигания угля и газа. Вернер Лугенбюль и его единомышленники убеждены, что для отказа от ядерной энергетики понадобится куда больше времени, чем казалось изначально. Кроме того, возникает вопрос, поможет ли закрытие атомных станций в Швейцарии ускорить разработку и внедрение чистых, а главное, рентабельных источников энергии. Мы спросили об этом эксперта. В зависимости от потребностей, а также от времени дня или года, мы увеличиваем или сокращаем импорт энергии из Франции и Германии. У нас есть полная свобода выбора. Мы можем покупать дешевую и грязную энергию на рынке, или чистую энергию, но не столь дешевую, из возобновляемых источников. Швейцарские энергетические компании постоянно продают и покупают энергию, как ядерную, так и полученную за счет ГЭС. В 2015 году Швейцария добилась профицита своего энергетического бюджета в размере более тысячи гигаватт в час. Это дает таким политикам, как Юрка Гроссен, основания утверждать, что страна уже вполне способна обойтись без АЭС. Сегодня у нас на рынке наблюдается перепроизводство энергии. В настоящее время конфедерация импортирует чистого электричества столько, сколько производят реакторы Мюлеберг, Битснау-1 и Битснау-2 вместе взятые. То есть фактически эти реакторы нам уже не нужны совершенно. Все это должно работать не только в теории. Известно, что Германия пока не собирается перебрасывать с севера на юг энергию, полученную за счет силы ветра. То есть до Швейцарии эта чистая энергия точно не дойдет. Но ведь известно, что конечный потребитель использует не один вид энергии, а смесь энергии из разных источников. Очень все-таки важно, какую энергию оплачивают предприятия и домашние хозяйства. Покупая больше так называемого чистого электричества, они напрямую голосуют против АЭС, поддерживая инвестиции в развитие чистых энергетических технологий.